«Боя похода приготовить!» Это главный командный пост или мостик флагмана Северного флота тяжелого атомного аркетного крейсера «Петр Великий». Экипаж строго по своим местам, моряки действуют уверенно, без промедлений. «Право, шею, вперед, тось!» «Есть право, шею, вперед, тось!» Это отработка стандартного сценария, проверка готовности личного состава. Подобные учения проходят на корабле практически ежедневно. В них задействован весь дежурный экипаж, и у каждого моряка на крейсере своя задача и своя роль. Некоторые из них могут показаться обывателю неожиданными. Моряк — это не только тот, кто держит бинокль и смотрит морскую даль, но и тот, кто борется за живучесть корабля. ВЧ номер пять призвано бороться с пожаром на то, чтобы надеть обмундирование. Есть всего лишь две минуты, а вес всего снаряжения более 20 килограммов. Задача не из простых. На собственном опыте становится понятно, для чего нужны такие тренировки. Бежать в снаряжении по коридорам огромного крейсера нелегко. И пусть авария, на которую мы спешим, условная, действовать надо, как по боевой тревоге. Уже через несколько секунд наша дежурная бригада справляется с возгоранием в машинном отсеке. Командование личным составом, обеспечение безопасности корабля, ежедневное поддержание исключительной чистоты на борту, подготовка вооружения крейсера — все это лишь малая часть будней настоящего военного моряка. И это здесь, на берегу. Когда флагман выходит в море, без малого тысяча человек действуют как единый механизм. Экипаж — это единый слаженный механизм, и от работы каждого специалиста зависит успех общего дела. Успешность выполнения задачи. В этом году экипажи крейсера «Петр Великий» и других кораблей Северного флота не раз участвовали в крупных учениях и выполняли задачи в Южных морях и Арктических водах. Это кадр девятого по счету арктического похода группировки кораблей Северного флота по маршруту Севморпути. За три месяца военные моряки прошли восемь морей, десантировались на побережье Таймыра и Чукотки, побывали на самых северных берегах российских архипелагов, нашли следы легендарных арктических экспедиций. Сейчас все корабли вернулись в базу флота и продолжают нести дежурство. Свой профессиональный праздник большинство моряков-надводников встречает на боевом посту.